приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня пришла посылка посылка от вячеслав витальевича из вячеслав витальевич спасибо огромное всегда радуете нас чем-то новым чем-то красивым для влажного классического бритья те кто уже акулы и мастодонты вкб догадались что может быть в данной посылке ну а кто вновь присоединился для них мы потянем секундную интригу и так китайского попугайчика мы убираем и попробуем посмотреть что прислал вячеслав витальевич вот в такой огромной большой посылке я уже понял что эта посылка распаковывается абсолютно гуманным способом не надо ничего не резать картон не наклейки какие-то просто берем и вот таким образом так что у нас тут получается да открываем картонную посылку и сейчас мы попытаемся аккуратно убрать в сторону чтобы ничего тут не снести и вот такое вот у нас получается богатство из чего вы думали да конечно не трудно догадаться это чаши чаши для влажного классического бритья и мы знаете что с вами сделаем я наверное не буду сейчас вот этим предметом все вот так кромсать по одной простой причине что боюсь просто повредить чашу лезвием китайского попугайчика и чтобы еще не шуршать и не нервировать особо нежных на членов вкб наших вакобистов скоро вернемся а с другой стороны я вспомнил что для некоторых наших товарищей важно чтобы было здесь и сейчас открыто при всех но в общем то особый этап шуршание мы как бы миновали я думаю сказал я и получилось вот так терпим вот вот такое такая красота у нас постепенно распаковывается и сейчас мы сделаем уже наверное более варварским способом не особенно гуманным так быстро мы попытаемся насколько это возможно достать и извлечь чаши здесь я уже не работаю ножиком и повредить поверхность чаш уже практически не имеет не имеется никакой возможности но все равно иногда надо прибегать чтобы облегчить распаковку и ускорить данное действие сейчас я попытаюсь вернуться прямой привычному формату формат нестандартный сейчас был потому как посылка просто огромная огромная объемная и в кадр практически уже не помещается мне когда-нибудь удастся достать эту чашу так сейчас вернемся и рассмотрим все в отдельности и все подробно ну вот более-менее привычный формат мы с вами получили и я хотел бы начать как я понял с 3d шутки от вячеслава витальевича который изготовил вот такую огромную большую чашу это уже знаете как бы сказать ну не реинкарнация наверное ремейк на чашу золото инков то есть чтобы вы понимали вот первый вариант и вот второй почему я сказал 3d шутка ну в каждой шутке во первых есть доля правды что я имею ввиду потому что ну не все наши товарищи по влажному классическому бритью любят скажем маленькие чаши средние чаши им подавай большие огромные вот в данном случае вячеслав витальевич выполнил вот такую чашу сейчас мы все это замерим посмотрим то есть для сравнения скажем вот так вот я понимаю что точность может быть до миллиметра не будет но все-таки чтобы понимать масштаб трагедии цену вопроса да вот так посмотрим здесь да и и посмотрим глубину для кого глубина для кого высота сейчас я поверну чтобы было поудобнее смотреть потому что вот так вот ну озвучивать не буду потому что тут все понятно кто-то в миллиметрах кто-то в сантиметрах все это исполняет я думаю каждый догадается ну плюс-минус один миллиметр да потому что иногда зацепишь не так или иногда что-то получится чуть больше чуть меньше но общую картину мы уже с вами представляем и сейчас посмотрим вот этого гиганта вот этого золотого гиганта за золото инковского гиганта да сейчас я поближе поднесу вот такое дело мы имеем по ширине чаши ну там как говорится в диаметр внутренний диаметр до внешний диаметр можно уже сопоставить во всяком случае все видно на ваших экранах и вот здесь еще раз посмотрим это у нас уже глубина вот такое дело и конечно я подготовил по маске чтобы показать и посмотреть как вот ну скажем я взял по цветовой гамме сейчас мы уберем золото инков среднего варианта средней формации и оставим значит большой большой золотой инк вот сразу возникает вопрос да удобно ли держать за дно чаши мне удобно я вам сейчас покажу вот я понимаю что длина пальцев у всех разные ширина ладони но мне удобно еще раз показываю чтобы было понятно то есть меня вот проблем не возникает что дескать вот скажем это чаша и удобно держать да вот так вот а вот эта большая и будет не удобно держать но в любом случае даже если у кого-то скажем не сильно длинные пальцы не сильно широкая ладонь не обязательно держать вот таким образом можно вот так зацепиться пальцем да вот видно и вот так придерживаясь снизу очень даже здорово никуда она не выбегает не убегает не падает ну вот посмотрите это 26 миллиметров я имею ввиду помазок и вот сымитируем вот если приплюснуть то соответственно немножечко поплавок тонет в нашей чаше а так все должно быть удобно все замечательно но если вдруг кому-то не понравится там 26 миллиметров и кому-то покажется короткая ручка всегда можно выйти из положения и взять например халк тот вообще вот совершенно здорово подходит и сам большой и чаша огромная и все здорово то есть ну вот таким образом можно посмотреть спасибо андрею мукану за да уже можно сказать давнишнюю такой вот подарок это об этом надо говорить и человеку приятно и ты весь в счастье вот такой вот нас халк то не видел посмотрите так да еще да если до сих пор никто то не знает то такое андрей муканов это наш камрад аривидерчи канал шейфмания . вкб ссылка внизу если кому интересно заходим смотрим восхищаемся так на этом не будем заострять внимание меняем чашу и смотрим что у нас получается так куда бы мне положить чтобы она слишком большая для кого-то нормально вот такая вот я бы даже отнес ближе к небольшим чашам нельзя сказать что она совсем маленькая но и большой и средний трудно назвать такой вот как бы зла может быть сказать золотая середина и чаша называется пляжная вечеринка и что новое почему я сказал новые там превьюшки было нью да там новое все такое может быть конечно форму вы скажете не новое но новое здесь что но мы новый режим изготовления он такой градированный то есть мягкие переходы цветовых гамм с одной позиции на другую вот здесь все это заметно от там оранжевого светло оранжевому и в конце концов к желтому внутри посмотрим опять таки мы возьмем и измерим что у нас получается на сантиметре а тут не сильно зацепишься потому что края как вы заметили немножечко вогнутые то есть все сделано по сейчас покажу видите то есть они не не в ту сторону не прямо а немножечко внутрь загнутые чтобы пена не сильно вылезала за края чашек когда вы будете колотить взбивать буйство пены и все такое ладно об этом хватит и смотрим что у нас на наших экранах я специально придерживаю потому что она может улететь я имею ввиду рулетка вот так и по глубине наверное будем не от выемки для помазка а наверное вот так вот сделаем опять и сказал я а зацепиться то надо зацепиться нам надо вот и посмотрите поближе что мы имеем по глубине данной чаши так и еще что мы не сделали а мы не сделали но на мой взгляд можно вот скажем 22 миллиметра мне кажется подойдет очень здорово 22 миллиметра это у нас барсук от компании яки маленький брус учет мне кажется для этой чаши он просто идеально подходит посмотрите сбоку в профиль внутри фас немножечко на дно с плющем и посмотрим то есть вот такие 3d композицию мы сделаем 3d графику 3d чаши 3d графика все красиво также можно предположим к этому моменту применить скажем ну есть вот синтетика тоже 24 она чуть-чуть побольше но я опять скажу что 22 миллиметра узел барсука из барсука короче говоря он где-то приблизительно 26 28 для синтетики если к синтетическому ворсу применить то есть вот так можно сделать видите ну и кому нравится побольше я думаю что сильно большими конечно помазками работать в этой чаше будет не очень удобно но кто я думаю что вот 26 вот такой вот помазок большой наверное можно но мне кажется при помощи данного объекта все будет ну скажем ну опять я я предполагаю да я не утверждаю предполагаю что может все это вот через края и очень всего много будет кого это не смущает можно и 26 миллиметров попробовать в данной чаши красивейшая чашевую блестящая просто действительно пляжная вечеринка так назвал ее вячеслав витальевич я считаю название в десятку цвет праздничный веселый настроенческий отпускной летний и можно еще массу эпитетов подбирать к этой прекрасной чаши к этой красивой чаши но мы уже не будем потому как у нас осталось еще чаша которую надо показать а это уже чаша называется желток желток почему уже наверное все увидели еще раз покажу тут мне кажется без вариантов все понятно почему желток все тоже красиво тоже все вот как-то вот мне знаете мне вот нравится веселый да конечно есть у нас надо понимать и классические варианты когда черный чисто черный или там слоновая кость белая на черном черное на белом да но вот такие цвета конечно они я их называю настроенческие они придают настроение я вот взял специально вот такой вот небольшой помазок от компании омеги кабанчик такой даже может сказать поросенок он на кабанчик совсем и не тянет до кабанчик это что-то большое да а это вот такой поросеночек небольшой как раз вот мне кажется очень даже здорово будет для взбивания пены вот в этом желтке еще раз посмотрите сверху снизу сбоку все блестит вот еще раз покажу вот интересно встанет ли помазок на я считаю что здесь чисто номинальная вот этот выемка ну так вот просто да то есть можно его он так вот наверное стоять уж не будет конечно да там надо какой-то баланс искать кому это нужно никому не нужно а вот так спокойно стоит вы скажете конечно он так и с борту будет стоять но я скажу когда есть вот такой бандитский форс он может быть ни к чему не обязывает вот такая выемка до для помазка небольшое углубление чтобы было удобно ставить но вот он придает вот какого-то опять-таки и настроение и какого-то изыска и какого-то вот изящества если хотите как можно так выразиться применимо к нашему любимому влажному классическому бритью ну и еще я а ну наверное да наверное можно и вот так вот скомбинировать да скажем уже 24 помазок был совсем маленький не помню 20 по моему 20 ли есть миллиметров в узле но 22 тоже здорово подходит тоже он прям как будто создан для этой чаши как и собственно говоря для предыдущей который называется пляжная вечеринка вот он упал вот он покатался вот он попрыгал порадовал нас и вот так вот все взбиваем имитируем плющим кому надо кому не надо не плющим разные техники взбивания у каждого своя и не будем навязывать какого-то единственного неповторимого мнения у всех они разные эти мнения чем и прекрасно наша планета вкб и влажное классическое бритье в частности я все показал все показал все рассказал и осталась нам одна забава взвесить и собственно можно выметаться и закругляться так на весах у нас по нулям 63,5 грамма на наших экранах весит чаша желток и чаша пляжная вечеринка 65,4 грамма пляжная вечеринка ну и если у меня конечно получится взвесить огромную чашу золота инков мы так попробуем конечно сбоку и что у нас получится а получается у нас 117,4 грамма многое это или мало каждый решает сам но чаши легкие чаши легкие чаши не бьющиеся чаши из термостойкого пластика который выдерживает 110 градусов по цельсию чаши изготовлены также из пищевого пластика то есть из них можно и пить и есть но это при желании конечно кому надо кому не надо мы наверное будем с вами заканчивать и вот такую композицию мы с вами выстроим чтобы было красиво в кадре чтобы было все по нашему бритвоман скому феншую и наверное закончим вот так а здесь хорошо видите здесь хорошо все у нас получается я имею ввиду по помазку то здесь вот эта ручка которая приготовлена специально для помазка она и уже не номинальная а можно вот так вот спокойно класть вот еще раз покажу то есть можно даже небрежно бросить и все будет на своих местах и все будет аккуратно чинно благородно а на этом братцы на сегодня у меня все я желаю вам бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч